нехитрая забивка сегодня незамысловатый сетапчик но кое-что в нем интересное есть во-первых чашулька от big max не уверен что прям все ее видели с прорезиненной рукояткой микро обзор на чашу классическая не глазированная внутри крашеная кстати на глазурь не похоже просто чем-то покрашенная хер знает и вот такая силиконовая херобора для того чтобы четенько цепко все держалось и не обжигала руки заодно сейчас проверим какая у нее громовка 3,25 лока уже греется на печке не буду в этот раз я обжаривать овердос хотя люблю ему дать чуть чуть больше температуры чем обычно поэтому алюминиевая aircraft плюс на грани на холодную все это дело прогреем пока отправляется ну и погнали кстати да щеловилки уже поступили на озон на wildberries чуть позже в общем ссылки в описании мои мониторте заканчивается быстро очень успеваете взять чё у нас чаша в принципе это весит я на ней завевал только в эфире когда ее распаковывал 222 грамма до при своей то визуально небольшой мощности ну и вафли это на сегодня последний вкус овердоза последний не принято договорить короче крайний вкус овердоза чуть-чуть как будто бы консистенция листья покрупнее стали заглянем в банку ну допустим я сверху возьму не такие более подсохшие как будто бы да как будто бы лист стал покрупнее и частично этот вкус уже покурим покурим не мной я только сегодня его но я его курил но не обращал внимание то есть я подходил там 10 затяжек делал вафли овердоза ских и потом только узнал что это были они пришел покурил типа ну десерт какую-то покурил окей арина любит десерт периодически так или иначе миксует но сегодня я прям под большой забивочный цех все это дело прокуру при вас 325 чашулька это среднестатистическая мы покурили на ней на эфире никаких она сюрпризов не выдала она может хорошо достаточно прогреть смесь хорошо это хорошо то что для меня хорошо для кого-то может быть перегрев самое главное что она справляется с таким уверенным прогревом и она кстати весьма небольшой загрузки 14 грамм причем что смесь и прям прям хорошо вот все шиловилки у нас ничего не сыпется все лепестки убраны в этом плюс того что она плоская ее легко зачистить а теперь представьте просто какую-нибудь тут такую хотя бы шиловилку уже вот эти вот изгибы уже могут помешаться ладно не будем тут огнетать сейчас самый утрированный пример покажу бог красиво круто но чистить не очень удобно короче если нужна красивая шиловилка пожалуйста если нужно практичная рабочая анатомичная эргономичная чтобы четенько в руке лежала это вот это вам на озон или wildberries по ссылке запушиваю закладываю это хорошо должно отработать на овердозе единственное принял час еще если честно думаю может на горячую взять aircraft на грани ну чтоб прям хорошенько пошел этот первичный жар тепло на смесь и все это прекрасно и побыстрее закурилась если бы я делал касание да я бы скорее всего на холодную ставил все чудненько запушивается слушать по моему реально по моему консистенция овердоза как-то приятнее и комфортнее стало для работы ну ладно зачищаем бортики кто-то их специально даже смазывает чтоб колодочкой коснуться и вот первый ароматик пошел я нет вот в черной чаше внутри не очень хорошо укладку видно на будущее я буду использовать похожую версию этой чаши но без черноты внутри черное в черном теряется но тем не менее все равно все равно достаточно читаемо что воздушное без колодца и с очень минимальным отступом вот насколько вы можете его представить здесь полтора миллиметра если есть то хорошо вот такая забивка все детали прогрев перестановка углей описание вкуса в описании но будьте подписаны на т.г. в т.г. есть прокурочная там все это аккумулируется под хэштегом там инфы больше